Всем большой привет! Добро пожаловать на наш канал просто рецепт. Сегодня покажу рецепт замечательной домашней гранолы. Это запеченные мюсли, которые легко и просто приготовить дома. Так что оставайтесь со мной, будем готовить вместе. И для этого рецепта мне понадобится из основных ингредиентов. Это 4 чашки овсяных либо других хлопьев. У меня здесь и овсяные и многозерновые хлопья. Чашка объемом 180 миллилитров. Также 60 миллилитров масла. У меня здесь кокосовое масло. Можно его заменить на растительное хорошего качества. Это может быть оливковое, либо виноградные косточки. Также 60 грамм меда можно заменить на сироп агавы, либо топинамбура, либо сахар. И различные семечки и сухофрукты. У меня сегодня будут семечки льна, подсолнуха, тыквенные семечки, банановые чипсы, орехи, здесь миндаль и фундук. Их необходимо промыть и высушить. И немного вот так порубить, чтобы они гармонично смотрелись вместе с хлопьями. Также я положу изюм. Взяла 3 небольшие корсти изюма, промыла и высушила. 3 столовые ложки кокосовой стружки. Это уже идет по желанию. И чайная ложка корицы. Корицу можно заменить на ванильный сахар или мускатный орех, либо сделать какую-то интересную смесь из пряностей. И в чашу я высыпаю все орехи, семечки, изюм, кокосовую стружку и хлопья. Все это перемешиваю. Теперь объединю мед с маслом и корицей. Если у вас не постный рецепт, не веганский, не викторианский, то можно взять и сливочное масло. Топленое масло очень хорошо будет. Теперь выливаю все это на нашу смесь. И перемешиваю. Я подготовила противень, застелила его пергаментом. Теперь выкладываю всю эту смесь на противень. И распределяю ровным слоем. И ставлю выпекаться в хорошо разогретую духовку 200 градусов на 15-20 минут. Через 10 минут я ее достану. Все хорошо перемешаю и снова поставлю на 10 минут в духовку. И смотрите на особенности своей духовки. Прошло 10 минут. Я хорошенько перемешаю ее, чтобы она равномерно прожаривалась. И снова ставлю в духовку. Теперь я ее полностью остужу и потом уже переложу в банку для хранения. Это может быть стекло, либо жестяная банка. Вот такая замечательная, хрустящая, ароматная, невероятно вкусная гранола в домашних условиях у меня получилась. Это очень и очень вкусно. Сытно, полезно, аппетитно. И понравится всем и детям, и взрослым. Такую гранолу можно употреблять и постящимся, и веганам, и вегетарианцам. Молоко или йогурт можно заменить на растительное молоко, либо растительный йогурт. Либо просто залить свежевыжатым соком. Это будет также вкусно. Вот такой замечательный завтрак. Готовьте с удовольствием. Оставайтесь здоровыми, красивыми. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текстовый формат рецептов вы, как всегда, найдете на Яндекс.Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения. До скорых встреч и пока-пока. Маска. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...